Наш сегодняшний вебинар. Я хотел бы отметить, что в университетской библиотеке онлайн у нас традиционно достаточно большое количество вебинаров в Директ Академии посвящено в течение года. Вот. Дело в том, что это ЭБС, это наш флагманский продукт, который, собственно, является основой деятельности компании Директ Медиа. Вот. И естественно, что мы о нем много говорим. Говорим о том, как он работает. Кроме того, у этой ЭБС достаточно развернутый такой функционал, о котором имеет смысл говорить и объяснять, как это все действует. Но сегодня у нас такой немножко нишевый вебинар, который говорит о том, как использовать ЭБС для онлайн-обучения. Ну и какие инструменты онлайн-обучения в ЭБС у нас вообще есть. Конечно, надо отметить, что онлайн-обучение и электронные библиотечные системы – это области, которые пересекаются достаточно сильно и сами по себе. И в некотором обобщенном смысле ЭБС уже само по себе можно считать элементом онлайн-обучения. Вот. Ну, почти все там присутствует в нем. Можно приходить, брать книжки, читать, и все это онлайн. Вот. Конечно, немножко до узкого понимания системы дистанционного обучения это не дотягивает. Но на самом деле в широком смысле это вполне себе так. Но мы сегодня поговорим о том, какие инструменты более всего способствуют взгляду на ЭБС именно как на элемент системы онлайн-обучения. Я прошу прощения, я только что заметил, что сделал ошибку в дате. Возможно, это не так важно, но давайте я ее прямо сейчас исправлю. Вот здесь, конечно, сегодня восьмое число, а не седьмое. Вот. Ну, думаю, что это не так важно. Ну что ж, а мы идем с вами дальше. И начнем с нашей традиционной, традиционного первого слайда, который я показываю всегда, когда начинаю говорить о нашей ЭБС. Это слайд, который называется «Больше, чем ЭБС». Вот, наверное, в контексте обучения это именно так. Онлайн-обучение. Да, «Больше, чем ЭБС» — это наш такой слоган компании Direct Media. Вот. И в частности, университетской библиотеки онлайн. Вот. Почему «Больше, чем ЭБС»? Ну, во-первых, мы агрегируем не только книжный контент, но и разные другие формы контента, такие как мультимедиа-контент, интерактивный контент и так далее. Мы интегрируемся с некоторым количеством внешних интересных систем. Одна из них — это антиплагиат. Вот. Мы параллельно с университетской библиотекой онлайн ведем еще, в некотором смысле, связанные с ней проекты, проекты открытые, которые называются «Арт-порталы энциклопедиум». «Арт-портал» — это наша галерея произведений искусства. Но это только на первый взгляд, потому что в ней есть функционал и вполне себе учебный. Там большое количество учебных текстов внутри «Арт-портала». И кроме того, в «Арт-портале» еще есть отдельная возможность — это «Арт-библиотека». «Арт-библиотека» — это выборка книг из ЭБС «Университетская библиотека онлайн» по искусству. Все, что есть у нас по искусству, попадает в «Арт-портал», в «Арт-библиотеку». Таким образом, даже если вы не являетесь подписчиком нашей ЭБС, вы можете подписаться на «Арт-портал» и в этом случае иметь доступ к всем книжкам по искусству. У нас есть возможность печати всех наших электронных изданий по требованию, то есть получить на бумаге то, что есть у нас в электронном виде. Наших авторов мы продвигаем в RINs, то есть отдаем информацию об их авторстве в систему e-library. Ну и, наконец, вот наш проект «Директ-академия», который сейчас, собственно, и осуществляет текущий вебинар. Это связанная с «Университетской библиотекой онлайн» площадка вебинарная, проект, который живет не только самостоятельной жизнью, но и во многом освещает то, что происходит в ЭБС. Вот такие у нас различные дополнительные функционалы возможности есть в «Университетской библиотеке онлайн». Ну и давайте пройдемся по некоторым особенностям «Университетской библиотеки онлайн». Сегодняшнее изложение не будет последовательным, просто потому что я выбрал тот функционал, который наиболее востребован в онлайн-обучении. И давайте по нему пройдемся. Вот на приведенном слайде экран предпросмотра. Это такой экран, который возникает всегда после подбора литературы или поиска литературы, перед тем, как вы начинаете эту книжку читать. Как вы видите, тут есть кнопка, которая называется «Читать онлайн». Так вот, читать это будет потом. А перед этим вы должны принять решение, нужна вам эта книжка или нет, и познакомиться с какой-то дополнительной информацией о книге, которая вам может показаться важной. Вот тут на экране предпросмотра есть очень важные поля, и одно из этих полей – это поле «Библиографическое описание». «Библиографическое описание» – это поле, которое правильно с точки зрения библиографии описывает данное издание. Почему это поле важно иметь еще на этапе предпросмотра? Ну, во-первых, этап предпросмотра происходит, условно говоря, на один клик ближе к тому, что вы делаете, нежели собственное чтение. Один клик – это огромная дистанция в интернете. Важность. Почему это поле важно? Потому что часто конечной целью использования электронного издания является извлечение из него какой-то информации и ссылка на эту информацию в дальнейшей производной работе студента ли, молодого ученого, аспиранта и так далее. Вот. Как правило, люди этой категории, повторюсь, студенты старших курсов, молодые ученые и так далее, они еще не вполне хорошо владеют библиографией, а может быть и вообще и не владеют, и им достаточно трудно составлять всякого рода источники, списки источников, списки литературы и прочее, прочее. Вот. И это приводит часто к последствиям очень нежелательным. К последствиям, когда люди просто игнорируют свою обязанность каким-то образом обозначить ту идею, которую они привели в своей производной работе. Ну, производная работа — это, может быть, реферат для студента или какая-то статья для молодого ученого, одна из первых его статей. Вот. То есть это такой, получается, вынужденный плагиат, когда они не ссылаются не потому, что не хотят присвоить эту идею себе, а потому что просто не знают технически, как это сделать или сомневаются. То есть могут сослаться, но это будет не по ГОСТу, и они знают, что их завернут за это там и так далее. Вот. Вот. Возможность прямо на начальном этапе получить библиографическое описание, она важна именно для того, чтобы научать, приучать вот этих вот людей к правильному выполнению своей функции внутри вот этой производной работы. То же самое можно сказать по поводу ссылок литературы, которые также присутствуют на первом экране. И не на первом, прошу прощения, а на экране предпросмотра. Можно назвать его нулевым экраном книги. Вот. Это список литературы из данной книги, да. Соответственно, если студент хочет сделать ссылку на то издание, на которое ссылается, в свою очередь, издание, которое он читает, то может это сделать из вот этого списка литературы, прошу прощения. Вот. Аргументация та же самая, что в списке литературы в уже вышедшем издании все приводится правильно и можно просто это использовать как образец. Ну вот, наконец, студент пришел читать книжку и перед ним появляется наша стандартная читалка. Вот. В этой стандартной читалке есть несколько полей. Они достаточно стандартные. Я их сейчас опишу, ну, буквально вот в нескольких словах. Первое поле служит для удобного масштабирования, чтобы удобно было читать. Второе поле для того, чтобы удобно было перемещаться по страницам. Четвертое поле для поиска, полнотекстового поиска по книжке. Пятое поле. Ну, в основном здесь, на мой взгляд, удобно делать закладки и оставлять отзывы о книге. Ну и вот более подробно коснусь третьего поля, в котором есть такие вот несколько кнопочек. Одна из кнопок, крайне правая, это взять... Давайте я начеркаю, наверное, немножко, да? Вот она, крайне правая, позволяет взять до 10% текста в виде PDF. Не текста, а вообще форматированного текста книги, то есть как он и есть. Сохранить его в PDF для своего собственного использования. Ну и таким образом, на самом деле, несколько раз, используя эту функцию, можно сохранить всю книгу. Но при видимой простоте есть некий нюанс, связанный с тем, что если ты студент, и берешь это для чтения, то ради бога. Можешь хоть печатать, и, кстати, соседняя кнопка печать то же самое производит, вот, или каким-то иным образом использовать. Но важно, что ты это берешь для личного употребления. Если ты преподаватель и собираешься делать какой-то онлайн-курс, и в этом онлайн-курсе собираешься использовать этот отрывок как вставку, или еще как-то там, пусть даже иссылаясь на него, но беря конкретный большой отрывок произведения, используя его, то это не разрешенный законодательством использование. То есть нельзя просто взять отрывок из книги, вставить его в свой курс, даже сославшись на него. Это не будет признано как цитирование, если это достаточно большой кусочек. Ну, даже нескольких страниц это уже достаточно много. Вот, и в этом смысле это не вариант для использования в онлайн-обучении. Но есть специальная другая кнопка, вот эта, которая позволяет взять в виде кода специального, кода вставки до трех страничек любой книжки из ЭБС. И вставить его потом в любое место, в открытый доступ, в ваш блог, в онлайн-курс, в вашей собственной системе дистанционного обучения, или еще где-либо. Выглядит это примерно так. Указываете диапазон страниц и получаете вот такой вот код вставки, либо просто вот такой вот код, который по... Это ссылка на страничку, где располагается нужный вам фрагмент, либо более сложный код вот такой. Это код вставки в виде iFrame. И его можно вставить фреймом в ваш курс, который вы создаете. Вот, почему это... чем это отличается от предыдущего варианта, почему это можно? Это можно потому, что вставляется не текст как таковой, а вставляется весь функционал нашей читалки. Это означает, что вставляется также и функционал, связанный с учетом количества просмотров и чтением просмотров конкретной страницы. Этот механизм связан с учетом потребностей в данном издании в ЭБС. И от количества просмотров зависит гонорар автора, который разместил это издание у нас в ЭБС. Поэтому это вполне легальный способ использования отрывков учебников, отрывков научных работ в своем производном произведении. Часто этим производным произведением является электронный курс, который вы создаете на любой платформе, где вы можете вставить код iFrame. Можете туда это вставлять, и это будет легальным способом составления производных произведений. В принципе, таким образом вы можете создать курс, который будет состоять в большей степени именно из цитат, чем из вашего текста. В конце концов, это тоже легально, потому что обучение само по себе компелитивно. Это не научная работа, которая должна иметь обязательно новизну какую-то. Поэтому это вполне допустимо. Технически именно вот эта возможность позволяет вставлять такие кусочки. Как я уже говорил, технически до трех страниц можно вставить, но это можно делать многократно. То есть не ограничивается число раз такой вставки. Давайте пойдем дальше. Следующим элементом, которые улучшают связи преподавателей со студентом, а следовательно могут считаться хотя бы косвенно признаком онлайн обучения, это использование книжной полки. Книжная полка это такой элемент в ЭБС, который позволяет составлять списки книг, отобранных специально, как правило, отбирают книги. Ну, вообще говоря, книжную полку могут использовать любые роли в ЭБС и библиотекарь, и преподаватель, и студент. Но важен момент, такой некий обучающий момент, да, когда эти списки опубликованных электронных изданий формируют либо библиотекарь, либо чаще преподаватель. И цель этих списков, да, цель, конечно, может быть и для себя, то есть вы можете этот список сформировать для себя, а можете сформировать его для своих студентов и поделиться своей книжной полкой по ссылке. То есть прислав своим студентам ссылку, вы даете им возможность войти в ЭБС и сразу ознакомиться в их личном кабинете. В их личном кабинете появляется запись о этой книжной полке. И, прошу прощения, нет, в личном кабинете это немножко по-другому работает. А то, что я сказал, если взять, просто послать ссылку, то студенты могут открыть эту ссылку, зарегистрировавшись, войдя, прошу прощения, в нашу ЭБС и перейти непосредственно к книжной полке, где книги, которые посоветовал им преподаватель в качестве основной дополнительной литературы к той дисциплине, которую он ведет для этих студентов. Ну, на мой взгляд, очень удобно по той причине, особенно на первых курсах, когда студенты еще не обладают. Ну, на них, на первом курсе сваливается огромное поле новой информации и часто разбираться в функционале ЭБС им немножко не досуг. Поэтому они еще не всегда могут сразу найти ту литературу, которую им рекомендуют преподаватели просто со слуха или из своих конспектов. Вот в этом случае готовый список, по которому, кликабельный, по которому можно просто кликнуть на книжку и начать читать без всяких предварительных моментов, он достаточно важен. Книжными полками, как я говорю, их может быть несколько. Среди них можно производить какой-то поиск, можно передать ссылки студентам, можно их дублировать. Ну, например, очень удобно, если вы ведете одну и ту же дисциплину для разных факультетов, например, да, и она немножко отличается. Чуть-чуть. Ну, либо объемом, либо как-то еще составом этой дисциплины. Вот. И в этом случае имеет смысл один раз подготовить список и продублировать его, и слегка изменив, использовать для другой когорты студентов. Еще у нас в ВБС есть возможность делать тесты к изданию. Это именно тесты к изданию, это не проверочные тесты по дисциплине, но так как учебники часто посвящены освещению именно конкретной какой-то дисциплины, то можно их считать и тестами по дисциплине. Ну, тем не менее, тесты формально привязаны к тому электронному изданию, для которых они создаются. Тесты появляются в виде вот такой вот четвертой, четвертого элементика. Да, ну, собственно, здесь уже и так оно выделено. Вот. Если к изданию есть тесты, то студент видит вот такую вкладочку, четвертую, к тем вкладкам, которые есть практически везде. Да, это страница предпросмотра, еще раз напомню, вот прямо на странице предпросмотра. И может перейти к тесту, к тестированию, которое, в свою очередь, может производиться в нескольких режимах, в режиме обучения, в режиме контроля. Вот. В частности, вот. Тесты позволяют, ну, для студент, тесты сделаны, в общем-то, для самоконтроля. Нет инструмента, который посылает ответы на эти тесты, как в системе, такой в серьезной системе дистанционного обучения, посылает преподавателю ответы, и чтобы он смотрел, выставлял оценку, и эта оценка учитывалась бы потом где-то, например, при выставлении зачета студента. Нет, здесь тесты для, в основном, для самопроверки студентов и для обучения. Ну, собственно, в каком смысле для обучения? Если тест содержит при неправильном ответе отсылку к материалу, то это уже обучение. Вот. Ну, это то, что видит студент. Да, еще, где еще тесты появляются? В читалке тоже появляются. Вот здесь вот появляется внизу, внизу в читалке появляется возможность тестирования, тесты к изданию. А что же есть для преподавателя? Для преподавателя есть конструктор тестов, но конструктор тестов не является средством, которое получает преподаватель по умолчанию. Преподаватель должен явным образом обратиться в техподдержку, и ему тогда будет, конкретно для его аккаунта, будет включен механизм конструктора онлайн-тестов. Он тогда появится в его аккаунте, и преподаватель сможет создавать тесты. Преподаватель может создавать какие угодно тесты к каким угодно изданиям. Он не обязан быть автором того издания, к которому он проводит тест, создаёт тест. Но тесты, надо иметь в виду, что тесты остаются внутри его аккаунта и никуда не светят. До тех пор, пока он не формулирует заявку техподдержки, что он хочет эти тесты опубликовать в ЭБС. После этого тесты проходят модерацию. Ну, потому что не всякие тесты из-под... Точно так же, как любая книга проходит редактура, точно так же и тесты проходят модерацию. Потому что не все тесты удовлетворяют различным требованиям. Во-первых, просто требованиям к любым текстам, которые опубликованы. А во-вторых, требованиям тестологии. Это наши модераторы смотрят, и после этого тест может быть открыт для всеобщего употребления. Что же в этом движке есть, как он функционирует? Как правило, я еще раз хотел бы отметить, тест в данном случае у нас привязан к изданию, поэтому он может при желании повторять структуру этого издания. То есть мы создаем тест, который привязан... Разные его тестовые задания будут привязаны к разным разделам, подразделам учебника или учебного пособия. Вот здесь как раз приведены скриншоты, которые показывают, как это делается. Между разделами можно переносить вопросы, назначить раздел, перенести и так далее. Это, в общем, такие достаточно тривиальные вещи, которые можно сделать. Далее. Какие варианты тестовых заданий доступны? Ну, в принципе, те варианты, которые являются классическими в тестологии. Это выбор одного из многих вариантов ответов, выбор нескольких из нескольких вариантов. Дальше. Открытая форма. Это текстовый ответ. Задание на сопоставление и задание на последовательность. Не буду сейчас описывать каждый из этих вариантов. Те, кто когда-то тесты составлял, наверное, знают, что, ну, по крайней мере, первые два типа наиболее популярные и используются повсеместно. Что касается текстового ответа, то, конечно, тут есть некоторые сомнения в массовости его использования. То есть не надо им злоупотреблять с точки зрения тестологии, а только в том случае применять, когда вполне однозначно этот текст можно проинтерпретировать. Вот. Что еще? Тесты в EBS могут снабжаться медиаресурсами. Можно снабдить, как тестовые задания, то есть вопрос так называемый, да, изображением, аудиофайлом, видеоотрывком, либо фреймиком из видео из YouTube. То же самое можно делать и с любым ответом. То есть тест может быть вполне мультимедийным, вот, и аудиальным, и визуальным, вот, вполне себе. Ну, единственное, что у нас нет возможности что-то там мышкой указывать по картинке и выбирать различные объекты, как ответ на вопрос, что в продвинутых движках часто бывает. Вот, ну, не часто используется, как правило. Вот, ну, вообще возможность использования таких интерактивностей и мультимедийности, она сильно улучшает возможности для тестирования. Ну, и, кроме того, делает тесты более вовлекающими для студента. Не забываем, что данные тесты являются тестами для самопроверки или для, собственно, даже обучения, и поэтому вовлекающая составляющая, она имеет некоторое значение для нас. Какой мультимедийный контент можно использовать? Да, картинка с компьютера, то есть то, что мы загружаем. Картинка по прямой ссылке из интернета. Не рекомендую использовать, потому что, ну, если вы только не на 100% уверены в источнике, потому что сайты пропадают, и, соответственно, картинки через год, половины картинок по ссылке уже нет. Ну, однако же, если вы используете, например, ссылку на Вики-склад, то такие ссылки можно использовать, потому что там информация, если туда попала, она, ну, почти 100% останется на очень длительный срок. Дальше. Видеофайл до 20 мегабайт с компьютера можно загрузить. Видео по ссылке с YouTube. Ну, это наилучший вариант, на мой взгляд. Вот здесь еще можно с тайм-кодом, то есть можно загружать не сначала файла, а видеофайла с какой-то конкретной минуты-секунды. Аудиофайл размером тоже до 20 мегабайт. Ну, и аудиофайл из интернета по прямой ссылке. Как вы видите, тут достаточно интересные возможности. Ну, в частности, вот, аудио можно применять для тестов, аудиальных тестов по различным языковым курсам. Вот, видео вообще можно применять много, где там, например, показать видео проведения какого-то физического опыта и потом задать вопросы к этому видимому. В общем, видео. В общем, достаточно интересно и можно экспериментировать. Да, ну, вот, здесь показана вставка изображения. Простой предварительный просмотр. Важный момент. Текстовые тесты, которые без мультимедиа, можно импортировать и экспортировать в формате GIFT. Формат GIFT, если кто-то из вас знает, это такой простейший текстовый формат для баз тестовых заданий. И эти базы можно перемещать между разными тестовыми движками, куда они будут загружены. Ну, к примеру, если у вас уже есть хороший тест в Moodle или в другой системе дистанционного обучения, которая поддерживает экспорт-импорт в формате GIFT, вы можете его взять оттуда и, ну, буквально там двумя кликами мышки его импортировать в наш EBS. Вот. И наоборот, если вы решили наш тестовый движок сделать исходным и сформулировали там тест, то, сформировали там тест, то потом можете его экспортировать и использовать в Moodle или где-то еще. Это очень важно. На самом деле я всем рекомендую хранить ваши вопросы-ответы именно в GIFT, с тем, чтобы не быть привязанными к той системе, в которую вы этот тест создавали, собственно. В каталоге тесты мы... Те тесты, которые прошли модерацию, они видны и в нашем каталоге. Их можно найти подбором. Вот. То есть они не только появляются в подписях к какому-то произведению, но и самостоятельно тоже. Ну и вот тут пример, как хорошо работают встроенные изображения для того, чтобы, например, создать достаточно продвинутый математический тест. Мы помним, что там в математике, ну и вообще, где есть какая-то сложная верстка, ее не передать через текст, без специального ворд-процессора. Напрямую. Ну и я хотел бы отметить, что в большинстве тестовых движков, конечно, такая сложная верстка не поддерживается, поэтому в подобных вопросах просто заменяют ее на изображение. Это может касаться сложной формулы какой-то, математической, химической, физической. Может казаться кусочка таблицы, более-менее сложно сверстанной. Ну или еще какого-то. То есть изображение – это не обязательно какое-то фотографическое изображение, а может быть вполне такое специфическое для данного предмета элемент верстки, который можно воспроизвести. Да, ну и тут как раз на слайде написано, что аудио- и видеокомпоненты создают возможность делать тесты по аудированию для языковых специальностей. Это достаточно важно. Ну что ж, и я хотел бы в конце рассказать пару слов о нашей Директ-Академии, которая, несомненно, является частью нашей культуры онлайн-обучения внутри компании Директ-Медиа. Все мы находимся как раз в проекте Директ-Академии сейчас. Каждый день у нас проходят вебинары. И просто пару слов о том, что мы из себя представляем. На настоящий момент мы провели примерно полторы тысячи вебинаров. Записи их хранятся на Ютьюбе. Ну, практически все записи, может быть, за исключением наиболее ранних. Вторая ипоста из Директ-Академии – это наши онлайн-курсы. Ну вот уж онлайн-курсы – это точно онлайн-обучение в самом его прямом смысле слова. То есть наши курсы – это онлайн-курсы. Мы не делаем оффлайн-курсов. Хотя, конечно, если бы нас попросили, мы могли бы сделать и оффлайн. Но исходная идея заключается в проведении именно онлайн-курсов. Это огромный опыт. 70 проведенных онлайн-курсов. Я хотел бы отметить, что это не то, что часто в некоторых ЭБС написано. Вот у нас расположено там 1500 курсов и так далее. Эти курсы и те курсы – это совершенно разные вещи. То есть у нас это целое событие. То есть это не контент, который выложен где-то, а это некоторые события, которые имеют длительность, которые проходят в синхронном режиме, имеют асинхронный режим общения с преподавателем. Это индивидуализированные курсы, которые позволяют обращаться студентам напрямую с преподавателем. Так что эти 70 и какие-нибудь те тысячи – это совершенно разные вещи с разным наполнением. Далее через нас прошло уже более 200 спикеров. И страшно представить. Более 100 тысяч участников вебинаров. Это огромное число. И мы даже сами с трудом представляем, как такое количество людей у нас уже было. Ну и еще один существенный момент. Все записи мы выкладываем на YouTube, обращаю ваше внимание, под лицензией Creative Commons, то есть под свободной лицензией, которая позволяет наши записи использовать как кирпичики для производных произведений. Напоминаю, что открытая лицензия – это лицензия, которая позволяет бесплатно использовать какие-то контентные ресурсы. Единственное требование – это указание автора. То есть хотите вы сделать свой курс и использовать в своем курсе наши вебинары, вы это можете сделать. Можете даже порезать кусочки из него, указать автора. И этого будет достаточно. Вы не нарушите лицензию. Вот. На нашем канале уже 12,5 тысяч подписчиков. Расположено там примерно 1700 часов наших вебинаров. Ну, часто вебинары бывают более, чем часовые, поэтому их немножко больше, чем самих вебинаров. Вот. Ну и, наконец, вот, пожалуйста, по вот этой ссылке. Я ее уже приводил в самом начале нашего сегодняшнего вебинара. Вы можете на наш канал подписаться, что я вам и рекомендую сделать. Ну, на этом мой сегодняшний вебинар завершен. Я думаю, что, подумав, можно было бы еще какие-то элементы ЭБС назвать онлайн-обучением. Но вот при таком первом приближении вот это то, что я вам хотел сегодня сказать по поводу онлайн-обучения в нашей ЭБС.